Уникальную традицию наставничества, заложенную еще в советское время, решено возродить, обогатить и приспособить к новым реалиям. Решению данной проблемы посвятили целый форум. Первое в своем роде подобное тематическое мероприятие проходит в эти дни в Москве. Среди зарегистрированных участников 10 тысяч представителей разных профессий. Сама идея и задача по возрождению системы наставничества в нашей стране это прямое поручение нашего президента. Вы знаете его слова, он не раз говорил о том, что каждый человек талантлив, а задача государства, общества заключается в том, чтобы помочь каждому человеку как можно раньше понять в чем этот талант и создать все необходимые условия для того, чтобы этот талант был реализован, чтобы человек мог развиваться. Самореализовываться на благо всей страны и всего общества. А для того, чтобы развивать таланты, необходим наставник. Тот, кто поможет работнику раскрыть его потенциал. Как найти такого человека или стать наставником самому? Эти вопросы стали главными темами для дискуссии на площадке ВДНХ. Своими идеями и наработками поделилась и ульяновская делегация. Мы рассматриваем у себя наставничество как программу формирования человеческого капитала, как программу формирования новых ценностей, которые сегодня нам нужны для по-настоящему экономического и технологического рывка. Губернатор отметил, что в России необходимо создать программу, которая будет основываться не только на подготовке технически грамотных специалистов, но и морально преданных производствам работников. Если нам с вами удастся действительно создать, начиная от нормативно-правовой базы и заканчивая свободной идеологией наставничества в Российской Федерации, то мы таким образом решим с вами очень важную экономическую задачу. Повысим существенную производительность труда. Деловую программу формы разделили на четыре основных блока. Наставничество на производстве, в социальной сфере, в бизнесе и образовании. Ульяновская область представила практики наставничества, применяемые в органах государственного и муниципального управления и бизнес-среде. Институт наставничества на региональном уровне был сформирован в 2008 году. Об успехах системы глава региона рассказал на встрече «Чиновник 2.0. Наставничество на госслужбе». Участники отметили, что Сергей Иванович, как никто другой, подходит на роль наставника. Сергей Иванович, руководитель, конечно, хотел бы, чтобы после него осталась та команда, которая разделяет вместе с ним те цели и полагания, к которым он придерживался, те ценности, которые он вместе с командой внедрял. Ну и, конечно, чтобы не было резкого изменения курса, потому что иначе тот корабль, который кто-то из нас возглавляет, начал бы метаться и никогда не выйдет из гавани. В Москве форум продлится до 15 февраля. Завершающим аккордом мероприятия станет подведение итогов всероссийского конкурса на звание лучшего наставника. Победители и финалисты получат денежную премию от 100 до 300 тысяч рублей. Дарья Судрева, Новости в Лианской правды. Новости в Лианской правды.